привет-привет мои творческие друзья нарисуем песика берем бумагу формата а4 разрезаем на пополам у меня ватман нарисуем забор под линейку на высоте 8 сантиметров от края чертим прямую линию и делим ее на отрезочки по 3 сантиметра опускаем вниз перпендикуляры получается бревнышки забора верхние отрезки делим на пополам и на расстоянии 1 сантиметр проставляем точечки получается чистокол дорогие родители если вы рисуете с деткам помогите им нарисовать заборчик вот здесь мы разместим собачку рисуем вот такой вот трапецию и два овала это будут лапки помогите деткам сделать набросок сверху рисуем мордочку собаки это вот такой вот овал верхний край более прямой и сверху вот такая вот трапеция ушки можно нарисовать любые произвольной формы нарисуем глазки вот такие вот овалы можно побольше можно поменьше можно нарисовать как заслонки от печки сердечко носик большой носик или треугольник со скошенными краями берем краски гуашь кисточки акриловые или синтетика берем синюю краску подложим что-нибудь под бумагу чтоб не замарать стол фон кстати можете сделать любого цвета не обязательно синий и крестиками начинаем закрашивать фон смотрите я рисую букву х у меня белая краска уже заканчивается можно смешать голубой на палитре можно добавлять как я прямо на фон сильно не затираем чтоб цвет сильно не смешался пусть он будет вот такой вот неоднородный закрашиваем все наши пробелы аккуратно аккуратно обводим собачку чтоб пробелов не осталось вообще заборчик на собачку даже можно чуть-чуть заходить устраивает такой цвет меня абсолютно устраивает с такой синим с голубым и останется готова между бревнышками можно тоже добавить синенький цвет мы это сделаем наверно потом берем коричневый и разукрашиваем лапки одна лапка и вторая лапка и чтобы наши лапки отличались от тела наш коричневый добавляем чуть чуточку черного разукрашиваем грудку собачки видите цвет отличается и не сливаются лапки с грудью а теперь чтоб мордашка отличалась от груди с другой стороны коричневого цвета на палитре мы добавляем немножечко белого и разукрашиваем мордашку смотрите опять отличается от грудки если краска туго идет можно едва едва кисточкой коснуться водички и добавить в краску и чтобы верхняя часть мордочка тоже отличалась я ее разукрашиваю другим цветом взяла коричневый прямо из баночки смотрите все зоны лапки грудь мордашка и верхняя часть отличается друг от друга ушки разукрашиваю более темным тем же цветом что и грудка ничего не сливается у нас готова моем вытираем кисть берем кисточку щетинку набираем краски чуть-чуть а палитру оббили и кисточка щетинка рисуем шерстку у собачки разных цветов шерстку смотрите идем по краю по кругу лапки потом в середке я пользуюсь абсолютно всеми цветами и темным и светлым и даже из баночки но прежде чем рисовать шерстку нам нужно разукрасить забор хочу сделать заборчик просто белым разукрашивая в обратном порядке у нас не получится шерстинки очень тоненький и между ними мы забор не прокрасим вся работа делается поэтапно разукрасили заборчик а теперь можно сделать между досточками синие полосы придать дополнительного объема досточка чем отличается детский рисунок от взрослого детский рисунок у нас плоский взрослого рисунка есть объем и поэтому нарисовали обязательно между досточками синие полосы а вот теперь можем взять нашу кисточку щетинку и прорисовать шерстку снизу вверх нарисовали темные шерстинки чуть-чуть кисточку когда намочили краской обколачиваем о палитру чтобы она у нас распушилась и оставила лишнюю красочку на палитре постучала постучала по палитре начинаю прорисовывать шерстку на лапках смотрите по кругу чтоб торчало сначала одного цвета потом добавила более светлого даже беленького шерстка же разных цветов есть теневая внутри шерстка есть сверху на которую попадает солнышко или какой-либо цвет так и рисуем попробуйте у вас получится у нас детки в студии очень любят рисовать всяких животных у которых нужно прорисовывать шерсть им это очень очень нравится рисунок становится из детского плоского похожим на более взрослых когда вы уже нарисуете у плоской собачки шерстку рисуем смотрите на мордочке я тоже в разные стороны распушила шерстку и верхней части то же самое добавлю светленьких бликов вот что у меня получилось и и отличается все зоны друг от друга и они пушистые становится наш плоский рисунок похожим на собачку теперь сделаем подносик под ложечку более такой темную но не черную потому что черные глазки и черный носик сольются с подложкой рисуем носик сердечко или такой перевернутый треугольничек с округлыми краями глазки и заслонки можно подложку было даже сделать посветлее всегда рисуем темное на светлом а светлое на темном видите я сделала под ротик более светлую подложку можно поставить блики на носики поярче и на глазках наша собачка сразу ожила стала более мультяшной и интересной чуть-чуть тоже высветлю а то темновато у меня получилось ну вот и глазки заиграли выделились сразу ждем пока высохнет все подсохло можно взять вот такой вот перманентный маркер это маркер по дискам продается в канцелярских отделах с одной стороны он тоненький а с другой стороны он толстый и им толстой стороной нужно обвести наш заборчик все дощечки они отделятся друг от друга и станут еще более взрослыми и более объемными обводим нарисуем маленькую полосочку и от нее небольшой улыбающийся ротик обязательно подождите пока ваш рисунок высохнет детки очень любят обводить все маркерами еще и глазки обведу вот и готово как вам такой рисунок нравится мне очень нравится надеюсь у вас все получится пока пока пока